Я хотела бы представить Екатерину Супун. Екатерина, вы можете подключать микрофон и камеру. Это координатор по работе с иностранными абитуриентами. Также Юлия Кравцова с ней, да, вместе. Это координатор по работе с англоязычными, прошу прощения, абитуриентами. Колледж да Винчи. Спасибо большое, что передали нам слово. Скажите, пожалуйста, нас хорошо слышно или, однако, нужно одеть наушники, чтобы не было эхо? Слышно хорошо. Может, работаем так. Да, мы вас рады приветствовать в коллеге Винчи. Это Польша, город Познань. Тут у нас подписано как колледж, но я бы хотела обратить внимание, что это не совсем колледж, это высшее учебное заведение, это университет коллеги Винчи. Просто если коллеги переводить на английский язык, то иногда это переводится действительно как колледж, я согласна, но, однако, хотелось бы подчеркнуть, что это высшее учебное заведение и сюда поступать после 11 класса. Если я могу вас спросить, то мы можем начинать презентацию и следующий слайд, пожалуйста. Минуточку, я забыла вам права передать сейчас. Вы сами сможете управлять презентацией, да. Хорошо, спасибо вам большое. Да, уже можем, спасибо. Ну, прежде всего, хотелось бы поговорить о Польше, да. Польша – это страна, которая открыта для эмигрантов, да, в том числе, потому что наши студенты, как правило, если выбирают какую-то страну европейскую для обучения, то они также рассматривают и перспективы эмиграции, да, и проживания постоянного. У студентов, которые оканчивают высшее учебное заведение Польши, есть возможность без дополнительных разрешений на работу устроиться на тех же правах, как и граждане страны. И также есть возможность регализировать свое пребывание, проживание и труд. Сам Познань – это красивый, комфортный город. Это западная часть Польши. Мы находимся в трех часах езды от Берлина, в трех часах езды от Варшавы. Это комфортный город, это город с самым низким уровнем заработится, это бизнес-столица Польши. Но, как говорится, лучше один раз показать, лучше один раз увидеть, чем сразу слышать, поэтому я бы хотела вам показать видео, что наши студенты говорят о нашем городе. Сейчас подскажите мне, пожалуйста, будет ли вам видно мой экран. Скажите, пожалуйста, видно и слышно вам видеозапись? Алло. Алло. Видим. Да, супер, отлично. Видим, да, но не факт, что будем слышать. Включите, пожалуйста. Включаю. Скажите, слышно? Все слышно. Нормально. Привет. Привет, меня зовут Денис. Я живу в Познане уже два года. Это современный, энергично развивающийся город. Я приехал сюда получить высшее образование. Интересовало меня, какие перспективы мне, как молодому специалисту, откроют этот город. Познане находится в трех часах езды от Берлина, Малатийского моря, Судеские горы, Варшавы. Близость Западной Европы дает развитие бизнесу и инвестированию. Здесь находятся офисы крупнейших компаний Европы и мира, как, например, Пайр, Volkswagen, Amazon, Oil. В городе часто проводятся международные выставки, бизнес-форумы, ярмарки, вакансии. Познан не самый низкий уровень для отработки в стране. Студенту легко найти под работу. Например, и я подрабатываю в Беларуси. При этом жизнь здесь дешевле, чем, к примеру, в Варшаве. Здесь отлично развита инфраструктура, хорошие дороги, уютные, подпродуманные жилые комплексы, велодорожки, международный аэропорт, аренды велосипедов, электросамокат, автомобили. Мы с девушкой любим ездить на парке велосипедов. Привет! Меня зовут Бажена, и я приехала из Беларуси в Познань учиться два года назад. Здесь я встретила свою вторую половинку, и вместе мы сменили университет на коллегию удовинчиков. Потому что только в этом вузе мы нашли эксклюзивный факультет «Креативная продукция видео». Наш университет находится в центре города, в его исторической части, возле Старого рынка. Рядом есть общежитие, в котором живут студенты из разных стран. Молодежи в Познанье всегда есть в чем заняться. В городе есть циатр, кинотеатр, филармония, музей, огромные зоопарки, десятки спортзалов, бассейнов, аквапарки, леса и озера. 45 парков. Один из крупнейших – парк Цигаделя. Находится всего в нескольких шагах от университета. Мы любим тамстыться от городской семьи. В Познань – студенческий город, где учатся ребята со всего мира. Адаптация и интеграция проходят быстро и легко. В Познань – крутейший город. Комфортный, перспективный, мультикультурный и развивающийся. Город европейских ценностей. Так выглядит наш город, как наши студенты говорят о нашем городе. Теперь, что касается высшего образования в этом городе, то в Познане есть 28 университетов, 8 из которых являются государственными, и 20 частных университетов. И один из этих университетов – это наш университет коллеги Мадовинчи. Это вуз 25-летней истории. Мы были одним из первых вузов в стране частным, так как частное образование появилось в Польше не так давно. Относительно нашего вуза, что отличает нас от других университетов? Прежде всего, это практический подход. 70% от той более зависимости от факультета занятий – это практические занятия. Теория, естественно, уделяется внимание, но только необходимая теория, без лишней воды. Также сотрудничество с бизнесом. Наш вуз создает все факультеты в тесном сотрудничестве со своими бизнес-партнерами. У каждого факультета есть свой бизнес-партнер, это не свои партнеры. Правильнее сказать, это несколько фирм, которые помогают нам отслеживать тенденции на рынке труда и создавать программу обучения таким образом, чтобы наши студенты и выпускники были наиболее конкурентными на рынке труда. Также мы пытаемся укладывать график занятий, чтобы только три дня в неделю наши студенты обучались, и четыре дня в неделю у них есть свободных для саморазвития, для самообучения, для того, чтобы они могли сочетать учебу с работой, либо же встречная жизнь посвящать время хобби. Также наш вуз является участником программы «Росмос плюс». Это программа обмена студентов в Европейском Союзе, то есть есть возможность выехать в другие европейские страны и обучаться от трех месяцев до года. В этот период времени вы освобождаетесь от оплат в «Коллигиум да Винчи», при этом вы можете рассчитывать на стипендию от 600 до 700 евро приблизительно. Также «Коллигиум да Винчи» хотелось бы обратить ваше внимание, что это очень большая структура и организация. СВПС – очень знаменитый частный университет в Польше. Это наш сестринский университет, так как у нас одни основатели. Кроме того, существует детский сад «Коллигиум да Винчи», существует школа, лицей и университет. То есть кто-то от нас, если за свою жизнь в три года с нами, уже до конца своего образовательного пути может быть с нами. Также отличительной чертой нашего вуза является развитая инфраструктура. в нашем вузе и хотелось бы показать, о чем идет речь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Супров. Я являюсь координатором по работе с иностранными абитуриентами «Коллигиум да Винчи». У нас учатся молодые люди из Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, России и других стран. Мы всегда рады гостям. А если вы не можете приехать к нам лично, добро пожаловать на виртуальную экскурсию из привлечения одной из лучших кампусов страны «Коллигиум да Винчи». Это престижный университет, который находится в прогрессивном и развивающемся студенческом городе, что находится в двух часах везде от Берлина и Баршавы. В городе с самым низким уровнем сработица в Польше, в городе, что стабильно держит свои позиции, в топ-100 комфортных городов мира. В городе Познань. Приглашаю вас посмотреть, что может предложить вам наш вуз. Наш университет имеет больше 25 тысяч квадратных метров. Он состоит из двух соединенных друг с другом шестиэтажных зданий. У нас здесь несколько десятков аудиторий, десять из которых мешает сто и более человек. В «Коллигиум да Винчи» есть еще «Аула Артис». Это впечатляющие концерты на театральный зал примерно на 500 человек. Здесь мы также заботимся и о своем физическом состоянии. В университете у всех студентов есть доступ к спиннинг-залу, к тренажерному залу, к фитнес-залу и к ортам для спошек. Игриотека «Коллигиум да Винчи» насчитывает более 5000 томов в области социальных и естественных наук, технических и художественных книг. Наш каталог доступен онлайн и постоянно расширяется. В читальном зале есть компьютеры. Здесь вы также сможете использовать 150 научных, общественно-политических и культурных журналов. Для этого созданы специальные студенческие зоны, комнаты и пространства, предназначенные для самостоятельной работы, а также оборудования и компьютеров в рабочих местах. На территории университета 14 компьютеров классов, что в отчей сложности насчитывает более 360 отсоединенных рабочих станций. Наша копия – сетевая студия, зал, специализирующийся на разработке игр и интерактивных носителей. Новейшие игровые консоли, 3D-финтер, 3D-скамер, системы вакуальной реальности и различные типы графических планшетов. Помещение и инфраструктура университета в полной мере позволяет развивать практические навыки студентов. Арт-студия, фото-студия, выставки организованной в университете в специально отведенном выстречном зале. Помещение и инфраструктура. Не наука единая. Здоровая еда, кофе, разговоры в неформальной обстановке предлагают нам инвестиционные университетские капитали. Сюраком выбором университета. Здание коллеги Недовичи полностью адаптировано к подробностям студентов с ограниченными возможностями. Мы предлагаем все усилия, чтобы постоянно улучшать условия обучения людей со совместными, уравнивая образовательные возможности. И вам не обязательно. Вот так выглядит наш университет. Что касается отличительной нашей черты, такой как модели обучения до Винчи, она заключается в том, что мы предлагаем модульную систему обучения. Это система обучения, которая основана на индивидуализации, на талантах наших студентов. Что это означает? Студенты имеют возможность самостоятельно формировать свою программу обучения путем выбора модулей. Есть основная программа, около 60-70% модулей, которые являются обязательной для того или другого факультета. Но также есть около 30-40% модулей, которые студент самостоятельно выбирает для обучения. Это могут быть более узко специализированные модули, которые помогут ему углубиться в профессию. Либо же он может выбирать модули также с других факультетов, что поможет ему уже развить такие более междисциплинарные компетенции. Также у нас развит, по примеру, Оксфорда, Стэнфорда, у нас развит тюторинг, менторинг. Есть поддержка тюторов, студентов на всех курсах. Ну и практичность, о которой я уже ранее говорила. Что касается образования в нашем вузе, то есть возможность его получить как на польском языке, так и на английском языке. На польском языке мы предлагаем бакалавриат и магистратуру. Бакалавриат – это креативный менеджмент, интернет-маркетинг, графический дизайн, информатика, креативная продукция видео, IT-продукт-менеджмент и дата-сайенс. Магистратура – это креативный менеджмент и интернет-маркетинг. В сумме все эти слова знакомые, новые. Единственное, что хотелось бы сказать о креативной продукции видео, что здесь речь идет более о маркетинговых роликах, о короткометражных, о рекламе больше, чем о создании какого-то полного метра, чтобы тоже было понимание, что это не совсем университет искусства, а более такое направление маркетинга. На английском языке мы предлагаем IT и urban management. Детально по факультетам на польском языке мы останавливаться не будем, так как у нас сегодня мало времени, и каждый интересуется чем-то другим, поэтому будет возможность на индивидуальных консультациях, кого что заинтересует, об этом поговорить. А вот что касается факультетов на английском языке, так как есть очень интересный факультет urban management, то я передаю слово своей коллеге Юле, и она более детально об этом расскажет. Здравствуйте. Собственно, читая комментарии Олега, я прочитала программу urban management, вы сможете ли про нее рассказать в ходе вашего выступления? Сложно ли поступить? Рады вам сообщить, что поступить несложно. В каком плане? Для того, чтобы поступить к нам в университет, вам в любом случае нужно будет подтвердить уровень языка, на котором вы будете обучаться. В данном академическом году у нас требования уровня языка B1. Что касается программы urban management, это программа на английском языке. И здесь мы будем от вас просить, предоставить нам сертификат знания языка в уровне B1, интернациональный, или пройти внутреннее наше онлайн-собеседование. То есть два варианта возможных. Остальное – это пакет документов стандартный, который необходим при поступлении в высшее учебное заведение. Единственным дополнительным таким путем поступления именно на urban management является написание коротенького эссе, где вы ответите на три вопроса и расскажете о том, как вы видите пути развития своего города. Все эти вопросы у нас перечислены на сайте. Что касается самой программы поступления, самой программы обучения, то эта программа не только наша, не только польская. Эта программа, можно сказать, международного образца, потому что она создана на основании программы обучения голландского университета, Brother University of Applied Science. Соответственно, поступая к нам в Польшу и обучаясь в Познании, вы получаете преподавателей, которые не только в Польше развивают свои компетенции и каждодневно влияют на вопросы урбанистики, но также самые преподаватели из Нидерландов. У вас есть возможность обмена студентов. То есть к нам уже приезжали студенты из Нидерландов. Они здесь две недели выполняли различные проекты. Наши студенты имеют тоже такую интенцию, чтобы поехать и поработать вместе с голландскими ребятами. Ну и, конечно, интересный момент в этом обучении – это то, что преподаватели – это чаще всего люди, которые в данном сфере работают. Это люди, которые в архитектурном бюро работают, в каких-то министерствах развития городов, которые работают, например, в городских администрациях. Нашим преподавателем является мэр города Познань, большого города, одного из самых крупных и значимых городов нашей страны. Поэтому здесь есть чем похвалиться. Ну и здесь вы получите межкультурные знания и в области урбанистики, и в области менеджмента. Вы научитесь вести переговоры, поймете, как работает транспорт. Все, что связано как бы с городом. На данный момент этого достаточно. А второй момент, если Катерина уже передала мне слово на англоязычные программы – это информатика. И здесь мы очень подобны с Катериной. Информатика есть и на польском, и на английском. Соответственно, если у вас будут какие-то вопросы, то приглашаем вас уже на индивидуальную консультацию. И, собственно, хотелось бы закончить наши такие основные шаги презентации и сказать вам о том, что в нашем ВУЗе направления, которые мы представляем, это направления, которые чаще всего не только актуальны, но это направления, которые работают на ваше будущее. То есть наша программа получает такой сертификат качества, который называется образование с будущим. И, следовательно, то, что вы будете изучать на данный момент, является актуальными знаниями и является оцененными, высокооцененной программой нашими сертификационными партнерами. Так, Катерина мне подсказывает, тут следующий слайд. Хотели бы вам сказать о требованиях. Супер. Значит, самое важное для вас это знать, что для выступления необходимо подберить знания или польского, если вы выберете польскоязычную программу, или английского. Как я сказала, в этом году для нас это уровень B1 и выше. Что будет в следующем? Нужно будет уточнять. Важно будет совершить легализацию ваших документов, если вы поступаете, например, из России, то вам не будет достаточно просто подать ваш аттестат на АПОСТИ. Средний балл ваших финальных экзаменов для нас не имеет никакого значения. Все, что вы сможете нам показать уже в ВУЗе, это будет наш чистый лист, поэтому мы начинаем здесь ваше путешествие в область университета сначала. И дополнительные требования есть на данный момент на двух направлениях. Это UrbanM сообщила и графический дизайн, где мы смотрим на подходы. Что же касается важного вопроса, о котором часто спрашивают студенты и родители, то здесь мы вам рады сообщить, что через дорогу от нас находится обшитие по ЛНС. Оно удобно тем, что это интернациональное обшитие. У нас, можно сказать, есть своего рода контроль над тем, чтобы нашим студентам жилось комфортно в общежитии. И это, вы сами видите, как бы стандарт общежития ВУЗО, потому что это изначально отель, и в каждом номере, неважно, который вы выберете, есть сам узел, есть мини-кухонька, которой вы можете всегда воспользоваться. А представьте себе, что если в общежитии есть спортивный зал, есть магазин продовольственный, есть даже клуб, который до коронавируса как бы был у нас открыт, соответственно, это огромные плюсы. Это мини-такой город, в котором наши студенты проживают. Стоимость там была указана. Ну и давайте с вами о самом главном поговорим. О стоимости как бы обучения и того, к чему вы должны быть готовы, поступая в коллегию ГАВИЧа. Здесь мы разделили слайд на две стороны, чтобы сразу видели две стороны медали. У нас есть затраты, у нас есть возможность зарабатывать, потому что да, в Польше студенты могут зарабатывать, и чаще всего они пользуются такой возможностью, потому что им просто как бы в 5 странам не обязательно иметь дополнительной легализации вашей работы. То есть и вам, если вы есть 18 лет, и вы студент, вы спокойно можете подрабатывать. Тем более, что наш план обучения составлен так, что вы чаще всего учитесь 3-4 раза в неделю. То есть так все сбрукерировано, чтобы у вас была возможность еще в свободное время подработать или там пойти на практику. По левой стороне у нас затраты обучения. Обучение начинается в ВУЗе от такой суммы, которую указали, плюс добавили проживание, питание, мобильная связь. То есть вы видите приблизительно, что это будет там 500 евро, допустим, чуть-чуть больше, чем 500 евро у вас будет уходить в месяц на затраты. Но при этом вы можете зарабатывать, а ребята, которые меньше 26 лет, они освобождены от налогов, соответственно, минимальная ставка у них будет около 4 евро на руки. Соответственно, вы можете просчитать, что всего лишь вам не будет, чтобы покрыть полностью хороший номер в общежитии, премиум стандарта вам нужно будет проработать в этом 50 часов, если это будет самая минимальная зарплата. То есть здесь мы тоже вам сразу не предлагаем, чтобы вы будете супер каким-то специалистом зарабатывать много денег. То есть вы можете сориентироваться, сколько вам необходимо, чтобы вы могли уже помогать своим родителям. Ну, собственно говоря, это и конец нашей презентации. Приглашаем вас тоже посмотреть наше видео на страничке YouTube и коллегам Давидовича. Можете всегда следить за жизнью наших студентов. Супер. Вижу сертификат. Отлично. Это радует. Олег. Что касается ваших вопросов, можно ли получить через ваших партнеров работу? Да, у нас есть центр практик и бюро карьер. Центр практик – это отдел, целый отдел в университете, который отвечает за поиск места прохождения практики наших студентов. И да, всегда туда можно обратиться за помощью, но, как правило, из-за того, что практику нужно сдать, засчитать до конца обучения, до конца третьего курса, то студенты уже проходят практику на своем постоянном рабочем месте, потому что, как правило, все уже к выпуску находят себе работу по специальности. Что касается бюро карьеры, да, есть такое место, куда также можно обратиться. Наши партнеры отправляют туда вакансии свои. И если вы уже обладаете недостаточным набором компетенций, я прошу прощения, то есть возможность получить работу с помощью бюро карьер. Но хотелось бы отметить также, что у университета нет обязанности, естественно, устроить вас на работу. Это ваша личная обязанность. Но если вы будете активными, если вы будете хорошо учиться, если вы хотя бы дойдете до бюро карьер, то у нашего университета есть все возможности, чтобы помочь вам с поиском работы, либо же местопрохождение практики. Что касается... Правда ли, что можно получить польскую визу за 3-5 дней? Это нужно уточнять в визовом центре, но это, скорее всего, нереальный срок. Как правило, это как минимум 2 недели. Но в период, когда все получают студенческие визы, может быть, больше нагрузка на визовый центр и может быть, немножко дольше. По Erasmus Юля, думаю, больше сможет подсказать. По поводу программы Erasmus, вы можете попасть в любую европейскую страну, потому что у нас есть такая возможность посылать вас. Единственное, что все будет зависеть тоже от направления, которые вы выберете, которые вы будете учить у нас. Потому что это связано с тем, что, например, менеджмент у нас есть несколько партнеров разных стран. Мы очень рекомендуем, например, менеджмент в Франции, потому что он там очень сильный университет и так далее. Соответственно, теоретически вы можете попасть в любую страну Европы, вы можете попасть в страну, с которой у нас подписано согласие. А даже были такие случаи, что, например, сам студент находит какой-то университет, более-менее подобный к нашему, то наш ВУЗ быстренько с этим университетом заключает договор, и вы можете по программе обмена поехать даже в этот университет, который вы самостоятельно начнете. Соответственно, все воздействует. Все будет зависеть от того, где вы учитесь, куда вы хотите поехать. И поэтому удачи вам. Все возможно. Да, также есть у нас человек, ответственный за Erasmus+, то есть вы можете обратиться в деканате к этому человеку, все расспросить, все узнать. Юлия непосредственно принимает экзамены по английскому языку, студентов, которые выезжают на Erasmus+, поэтому кто хочет выехать, то еще встретится с Юлией здесь и познакомится поближе. Есть ли у вас еще какие-то вопросы? Спасибо. Включаться.